Как получить деньги по Е-больничному Пошаговая инструкция В Украине с 2021 года действует электронный больничный. Фонд социального страхования обнародовал пошаговую инструкцию, как получить деньги. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу фонда. Формирование Е-больничного Финансирование пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании заявления расчета, который работодатель подает в фонд соцстраха. Поэтому именно дата получения фондом заявления от работодателя, а не дата. Создание Е-больничного в первую очередь влияет на время получения пособия. После того, как врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности, об этом поступит сообщение от ИХЭЛС, и за ним автоматически сформируется Е-больничный. Нужно уведомить об этом работодателя любым удобным обоим способом, например, по телефону. Свидетельством того, что электронный больничный успешно сформировался, является его наличие в личном кабинете застрахованного лица на веб-портале пенсионного фонда. При необходимости работник может убедиться в наличии Е-больничного. Также о создании Е-больничного сообщит пенсионный фонд с помощью СМС. В сообщении будет указан номер Е-больничного и период его действия. Однако такое СМС поступит, только если предварительно зарегистрироваться на портале и в настройках предоставить согласие на дистанционное информирование. Процедура финансирования. Работодатель будет видеть Е-больничный в своем кабинете страхователей со дня его открытия, но начнет назначение пособия только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения. Когда Е-больничный изменит свой статус на готово к оплате, работодатель начнет процедуру назначения помощи. Сначала электронный документ передадут на рассмотрение комиссии, уполномоченного по социальному страхованию. Предприятие для принятия решения о предоставлении материального обеспечения. Срок рассмотрения документов и принятия решения. 10 календарных дней с даты выдачи Е-больничного. Датой выдачи считается восьмой день после даты закрытия Е-больничного, а для больничных по беременности и родам – восьмой день с даты открытия. Далее бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по Е-больничному заявление расчет и передаст ее в фонд соцстраха на оплату. На этот этап отведено не более пяти рабочих дней. Именно дата получения фондом заявления расчета повлияет на время финансирования помощи. Поэтому работникам стоит не терять связь со своим работодателем и интересоваться состоянием подачи заявления. После того как заявление подано, следить за оплатой больничных можно онлайн в телеграм-канале в СУ, ХТПС, ТИ, МИ Соушел Фонд. Чтобы ориентироваться в ежедневной отчетности фонда нужно знать точную дату. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спич.Кит. Когда заявление расчет по больничному было принято на финансирование. Ее можно уточнить непосредственно у работодателя или в отделении фонда где он зарегистрирован. Контакты в разрезе регионов необходимо назвать свой идентификационный код. Информация о состоянии финансирования обновляется в телеграм-канале по тегу решетка финансувания подчеркивания оперативно. После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, пока деньги поступят на счет. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спич.Кит. Работодателя, эта информация отображается по тегу решетка финансувания подчеркивания страхувальников в разрезе регионов. Выплата по больничному. Работодатель выплатит пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы или сразу после поступления средств от фонда. Напомним, электронный больничный начал действовать в Украине с 1 октября 2021 года. Он значительно снижает нагрузку на врачей, помогает быстрее оформить выплаты пациентам, текст озвучен с помощью Яндекс.Спич.Кит.